Дополнение 7 чудес Основное нововведение дополнения — карты города, принципиально новый вид карт, отличающихся черным фоном. При подготовке к игре в колоду каждой эпохи добавляется столько черных карт, сколько игроков участвует в партии. Таким образом, у каждого игрока теперь на одну карту, а соответственно и на один ход больше. Три основные механики дополнения — это займы, дипломатия и шпионаж. Разыграв карту с символом займа, игрок обязывает всех своих противников уплатить в банк указанную сумму монет. За каждую монету, которую игрок сдать не может, он получает жетон займа. Каждый такой жетон лишит игрока одного победного очка в конце игры. Сыграв карту с символом дипломатии, игрок получает из банка соответствующий жетон и кладет его на свое чудо света. Игрок с жетоном дипломатии во время ближайшего военного конфликта сбрасывает его, чтобы избежать войны с соседями. Он не получает ни жетонов побед, ни поражения, а двое его соседей считаются соседними друг с другом и воюют между собой. Каждый символ шпионажа на зданиях, построенных игроком, позволяет скопировать один научный символ любой зеленой карты одного из соседей. Помимо абсолютно новых карт городов и жетонов к ним, дополнение добавляет несколько уже привычных компонентов игры. Например, три новые гильдии, которые добавляются к базовым. В дополнении присутствует и шесть новых карт лидеров, на которых было сосредоточено предыдущее дополнение к игре. Не обошлось и без двух новых чудес света – Византии и Петры. Теперь за столом может собраться до восьми игроков. Дополнение «Города» для игры «Семь чудес» не является столь же инновационным, как предыдущее дополнение – «Лидеры». Однако оно расширяет игровой процесс, вводя несколько новых механик и углубляя уже существующие. Субтитры создавал DimaTorzok